Полина, если тебя не берут барабанщицу в рок-группу, не расстраивайся, а иди лучше в мажоретки. Сейчас я расскажу тебе, кто это такие. Красивое французское слово «мажорет» означает помощница тамбур-мажора, главного барабанщика военного оркестра. Мажоретки не только украшают шествие, они его, как говорят знатоки, пасут, то есть держат заданный дирижером темп. Группу мажореток возглавляет ведущая. В руках у нее находится тамбур-шток. Это вот такая вот красивая вещь, с помощью которой она задает ритм всему движению всей две девчонок. Форма ее отличается от формы остальных девочек. Это для того, чтобы девчонки ориентирулись на нее по ходу действия и, в общем-то, видели ее издалека. Ну а что делать? Вот такие высокие? Ладно, я вот так вот встану. Так, как вы это делаете? Значит, одна палочка у нас держится почти как ручка, да, когда пишем? А другую палочку мы держим в продолжении руки. Вот так вот и играете. У меня так не получается. Мажоретки всегда выглядят более чем нарядно. Костюм у них с галунами и украшениями. В руках джезлы или барабаны. Но главное — это короткая юбка и изящные сапожки, даже если на улице лютая зима. Вот такие условия работы. Как-то раз в одной группе мажореток произошла такая история. Выступали они зимой и долго-долго стояли на морозе, улыбаясь, и были очень красивыми. Но когда пришло время поворачиваться и продолжать движение, все повернулись и ушли, а одна девочка осталась. Дело в том, что каблук у нее абсолютно намертво примерз к полу. Пришлось всем девчонкам возвращаться и отколупывать ее ото льда. Вот такие тяжелые условия иногда у девчонок бывают работы. Сами видите, зима, холодно. Думаете, что быть мажореткой — это несерьезно? Ошибаетесь! Например, ведущие барабанщицы караула Стокгольмского Королевского дворца в прошлом служили мажоретками. Кстати, дирижер этого оркестра также щеголяла в короткой юбке и с барабаном наперевес. Во время шествия девочкам важно не сбиться с ритма, поэтому очень важное значение играет и строевая подготовка, ведь им надо одновременно и красиво дефилировать, и еще и играть на барабанах, выбивать определенный ритм. В общем, очень трудное занятие. Я бы так не смогла. Я думаю, вы уже поняли, что лучшее начало карьеры барабанщицы — пойти в мажоретки. Профессия непростая, зато красивая и перспективная. Ну вот и все на сегодня. В студии был я, Михаил Ширвиндт, а помогал мне Хозе. Вернее, не помогал, а помогали мне Хозе. Целых три штуки. КОНЕЦ